Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте! Добрый день всех! И ещё раз с Новым годом, с Рождеством, со всеми прекрасными зимними праздниками. Это телерадиоканал «Страна-ФМ», первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Александра Хайрулина. Очень рада всех вас приветствовать. Программа «Лучшее в стране». Первый выпуск в этом году. И какой, друзья, невероятно значимый для нас, потому что у нас в гостях, ну, очень мужественные, я бы даже сказала, величайшие люди современности. Сейчас подробно вам представлю обязательно каждого, но прежде расскажу вот такую информацию, что буквально через несколько дней российские наши прекрасные путешественники отправляются в арктическую экспедицию «Диксон» на автомобилях в самый северный континентальный населённый пункт России и мира «Диксон». Планируется поставить, установить рекорды России и Европы. В общем, ожидает, конечно, наших гостей масса приключений, интересного, неизведанного. Но все подробности лучше услышать, как говорится, из первых уст. Призываю всех, кто нас слушает, срочно включать с телевизора, гаджеты, приёмники, всё, что есть, и посмотреть, потому что невероятной красоты, потрясающего мундирования. Я рада представить, в первую очередь, руководителя, организатора проекта, пилоту первого экипажа, члена Русского географического общества и ассоциации полярников. Это Богдан Балычёв. Богдан, привет! Саш, привет! Все ребята, здравствуйте! С праздниками! С праздниками! Кто-то, конечно, узнал о Богдана, потому что он был у нас уже в гостях, и мы, в общем-то, в тот наш эфир, мы поговорили немножечко об этой планируемой экспедиции, и вот теперь я очень рада видеть всю команду в сборе, и чтобы понимать, что это вся команда. Ну, ещё один оператор у нас, как бы, он уже в Домодедово подъедет. Я хочу попросить тебя представить всех членов экипажа, потому что столько, сколько ты о них знаешь, и как нужно каждого представить, только знаешь ты. Хорошо. Ну, начну с Саши Еликова. Собственно, Саша предложил ехать именно вот в эту часть Русского Севера. Саша, соответственно, разработал маршрут. Он является также пилотом одной из машин. Второго экипажа? То есть, получается, два экипажа? Честно скажу, они поедут первой машины, они будут рубиться. Мы будем страховать. Мы будем страховать. Штурман Сашин Дима Лапшин. Тоже, сразу скажу, что все очень, все путешественники, все со стажем, все не первый раз. За МКАД выезжали, как говорится, не раз, и там и живут, собственно, вот. Антон Панов у нас, он фотограф и оператор нашего проекта. Я, собственно, водитель второй машины. Женя Шаталов, штурман нашего второго экипажа. Вот примерно таким составом мы едем. И еще у нас оператор, который будет снимать только видео, вот, но его сейчас нет. Он готовится, докупает экстренно все, что нужно ему для съемок. Вот, и к восьми вечера обещал быть в Домодедово. Вопрос, наверное, такой, прежде всего, к Саше, раз ты нам, Богдан, сказал, что именно он стал инициатором поездки именно в эту точку. Глубинку, наверное. Глубинку, скажем так, да, Саша. Что за любовь у тебя к этому месту? Может быть, корни какие-то твои оттуда? Вы знаете, ну, начнем с того, что я там уже был, вот, и куда бы мы ни ездили в Арктику, во-первых, всегда, всегда, и там в Арктике хочется туда вернуться снова, вот, во-вторых, когда ты едешь на какой-то суперподготовке... Я думаю, может, и хорошо не побывать там ни разу, иначе это дело засет, так что извини, перебила. Когда ты едешь на какой-то суперподготовленной машине, всегда ты понимаешь, что ты перестарался с подготовкой, вот, и было бы гораздо интереснее прикольно попасть... И тебе скучно просто. Да, да, вот, гораздо интереснее было бы туда попасть на более гражданском автомобиле. Вот, и в голове давным-давно сидела такая вот аферистичная идея попасть туда на стандартных легковых автомобилях, именно добраться до самого северно-населенного континентального пункта в мире, вот. На машинах из салона, то есть на таких машинах люди катаются... Абсолютно стандартные автомобили. Из дома на работу, да? Условно. Да, да, да. Абсолютно стандартные автомобили, без какой-либо подготовки, на самые главные условия, как и по заявке Книги рекордов России, Динеса и Европы, это самое главное, это стандартные колеса. То есть это один из главных критериев проходимости автомобиля во время подготовки автомобиля, то есть чтобы она ехала лучше, ставят огромные колеса. Здесь нет, здесь мы едем на абсолютно стандартном автомобиле, это главная наша идея. Не, ну расскажи про тюнинг, у нас все-таки будет тюнинг, картонка перед радиатором и автоодеяло, это наш срок. Ну, утеплитель двигателя в Арктике. Тюнинг, да. Да, это утепление двигателя, это самое главное. Именно на севере, именно в мороз, потому что, ну, это просто опасно для жизни ездить на неутепленном автомобиле. Автомобили ваши, я так понимаю, марки Toyota? Конечно. Toyota Toyota. Абсолютно стандартные, хорошие автомобили. Ну, собственно, видно это и по вашей форме, скажем так. Ребята, ну в то время, как страна ела оливье усердно, кто-то позволял себе шампанское, кто-то чуть больше и покрепче. Я так понимаю, путешественники-то, судя по всему, готовились к поездке? Или не было никакой подготовки? Или все-таки приходилось как-то, не знаю, может быть, замороженные продукты пытаться поесть, закаляться? Что-то еще? Нет, вот здесь я скажу. Начав путешествовать на автомобилях по Арктике, пришел к тому, что ты должен соответствовать именно в физическом плане. То есть именно твоя физическая форма должна быть отличной. Потому что разведка, то есть не всегда на стандартном автомобиле можно просто ехать. В основном это вот нужно куда-то бегать на разведку. На лыжах пешком, на снегоступах, а это по снегу, по морозу. Плюс, правильно вы заметили, это закалка. То есть однозначно вот одна из мечт в эту зиму была осуществлена. Это купание в ледокольном следе. Уже в эту зиму удалось тебе это сделать? Ну вот так как я живу вот уже в ледокольном следе. В Новом Уренгое, да? Саш, ты из Нового Уренгоя. Да, ну в Уренгое это все-таки Арктический регион. Ледокол специально для тебя был там? Нет, ну что вы. Просто ты его не слежил? Да, все верно. И да, и наконец-таки мы вот небольшой компанией занырнули. И я больше чем уверен, я знаю, что ребята... И здесь занырнут. Да, и эти ребята тоже к этому готовы. Да, и все... Ну тапочки мы с собой взяли, чтобы ноги к льду не примежали. Чтобы их там утопить. Вот, поэтому... Слушай, вы говорите, у меня же прям мурашки от холода побежали по телу. Это знаешь, предсказы. А у меня наоборот предвкушение снова, да. Да, это видно по вашим глазам. В общем, у нас каждый готовился по-разному. Вот, допустим, Женя, где вы были? Расскажи, Женя. Мы в начале января съездили вперед на соревнования. По какому виду? По внедорожному. А, понятно, погоняли. Перед этим мы выезжали в конце декабря на северный Казахстан, то есть к Аральскому морю. То есть, ну... Ну, в общем, постоянно держите себя в форме, я так понимаю. Правда, нам еще вот Дмитрий и Антон не рассказали, как они готовились. Они ели. Может, они потому что не готовились, да, и поэтому они отмалчиваются, я так думаю. Мы меньше готовились, ну, мы, говорю, я меньше готовился, потому что я буду как фотограф и видеооператор. То есть, мое дело — это техника больше. То есть, такие вещи, как там... А машины застрянет, Антон, я тебе хочу сказать толкать, придется все равно. А в этом ничего страшного абсолютно, потому что я живу в Магадане, мне частенько приходится откапывать машины. И не себе, да. Вот буквально до того, как летел за два дня, откопал во дворе три машины. То есть, по пути домой. Отлично, да. Я не готовился в Магадане. Ну, Дим, Дим, расскажи про себя. А у меня все скромнее. Я смотрел на море, фотографировал подснежники. Фотографировал подснежники. Ну, и все. И мечтал о снеге и о суровом климате. По факту, да, мечтал. Снега очень не хватало в Новый год. Ну, сейчас будет. Друзья, мы прервемся совсем. Ненадолго, после чего мы продолжим общаться с нашими потрясающими гостями. И, конечно, побольше узнаем об экспедиции Диксон. Будьте с нами. Друзья, самые настоящие герои у нас сегодня в гостях в программе «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Потому что вот эти самые замечательные путешественники отправляются сегодня в арктическую экспедицию Диксон про путешествия. И мы сейчас, конечно, хотим узнать все подробности. Я так понимаю, что прямо сегодня вечером вы отправляетесь в аэропорт. Вы летаете в город Норильск. Что происходит дальше? Вот сейчас Саша у нас расскажет. Саша у нас отвечает за как раз арктическую часть. Собственно, за организацию там. Я здесь был на большой земле, а он там, как говорится, на малой, на сложной. Вот. Поэтому давай, Саша, вещать. Итак, друзья, Александр Еликов, руководитель арктической части маршрута. Ну, благодаря тому, что у нас в Норильске есть отличные, надежные друзья, нас там уже ждут. Уже они ведут подготовку. То есть машины были отправлены туда кораблем. Они их там встретили. Благополучно не смогли завести, потому что там сейчас минус 40 градусов. На московской солярке это нереально сделать. Нет, надо сразу сделать поправку. Не потому что Toyota ненадежная, а потому что солярка была летней, и минус 40 она замерзла. Все верно. Когда я начал говорить, что на московской солярке это невозможно было сделать, машины не... То есть нам сейчас сразу же предстоит замена топлива в этих автомобилях. Сливаем то, что там мачмала, кальзолита московская. Заливаем арктическую настоящую солярку. А подготовка автомобиля лежит на штурманах? Или на ком в основном? Нет, мы на всей команде. Здесь мы работаем сообща однозначно. А дальше начинается самое интересное. Мы едем за продуктами. Так, хорошо. Да, вот видите, вот чем отличается... Руководитель проекта. Да, давай. Мне надо сразу рубиться, да. Он-то знает, что еще надо купить продукты, точно. Вот. Задача стоит серьезная. У нас от Дудинки. Дудинка это рядом с Норильском. Это порт, Норильский порт, скажем так. Город Дудинка находится на побережье Енисея, реки Енисей. В низовьях реки Енисей. Вот от Дудинки дорог никаких нет. Наша задача 650 километров до Диксона каким-то образом проехать. Как мы это будем делать, мы еще не знаем. То есть это могут быть совершенно поля, леса. Нет, 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 там нет полей, лесов и рек, но есть реки наоборот. Вот, собственно, есть река Енисей, по фарватеру, к которой мы и пойдем. Мы будем, то есть там где-то выбирать места, где нет торошения, где хороший нормальный лед. После этого мы выходим в Карское море. И там опять же Енисейский залив. Да, Енисейский залив. И исходя из Ледовой... Просто мореплаватели какие-то. Здесь надо нести поправочку, сказать, что главным нашим ориентиром будет ледокольный след. Дудинка это у нас... Это уже не первый раз ледокол появляется в нашем эфире. Дудинка это у нас круглогодичный морской порт, куда круглый год ходят суда ледокольного класса. Иногда в сопровождении атомных ледоколов. У них есть так называемый фарватер, по которому они ходят. То есть это вот такой ледокольный след, полоса наторошенного льда, по которому они туда-сюда плавают. Вот мы будем держаться за нее. То есть вдоль нее она нас выведет куда-то на север. Скажите, а ледоколы в курсе? Я имею в виду экипажа их никак не... Не стоит их оповещать, если за вами там будут следовать. Они будут рады нас видеть в этот момент. Возникнем ниоткуда, как и они. Да, да, да. Вот. Не то слово рады. Они будут просто, я думаю, удивлены и сильным появлением таких вот маленьких машинок-то у них под колесами. Ну, под колесами образно, да, под их бортом. Вот. Мы уже так встречались с ними, когда туда ездили. Ну, незабываемое, если честно, впечатление, когда на тебя десятиэтажный атомный дом движется. Вот. И он-то отворачивать не собирается. Ну, это правда. Это зрелище неописуемое совершенно. Вы знаете, только ради этого стоит туда ехать. То есть это, это, это... Ледоко, значит, все-таки главная цель ваша, ребята. Одна есть, да. А что же вы тогда про светительскую деятельность? Вот Богдан говорит во всех интервью, что я хочу вот так вот это, значит, популяризировать путешествия в Арктику, не знаю, на северной России. На самом деле мы романтики, и нас просто тянет северное сияние, белые медведи. Сейчас же там полярные ночи. Да. Это что значит? Вы все время практически в темное время суток будете передвигаться? Нет, у нас полярный круг — это граница, где вот эта полярная ночь наступает за полярным кругом. Вот. Чем мы ближе к полярному кругу от севера, от северного полюса, тем больше днем чуть-чуть светленького. Солнце не встает, но немножко расцветает. В самом Диксоне зимой солнце не расцветает вообще. То есть не то, что солнце не поднимается, а просто круглый год. 24 часа сутки будет просто темнота. Вот. Ну, сейчас уже начал день прибавляться, прибавляется очень быстро зимой. Но к вашему приезду я не думаю, что он сегодня прибавится. Пару часиков, чего-то там серенького будет. Но да, эта вся поездка будет проходить в условиях полярной ночи, это точно. Что касается самого поселка Диксон, это правда, что там какое-то количество населения очень небольшое? 607 человек, если верить интернету, но так приблизительно совсем. Это так? Ну да, да. Раньше это был большой порт. Со временем, когда, как всегда, север стал рушиться, так скажем, оттуда был очень большой отток в центральные районы. Вот. И поселок, ну так скажем, как большая часть севера, стал немножко загибаться по-русски. Но сейчас туда опять зашел Востокуголь, вот, с месторождением, и, так скажем, вторая жизнь у населенного пункта сейчас опять возникла. Они там достраивают новый порт. Ну вот кто-то, может быть, даже благодаря вам и вашей поездке, и видеоматериалам, и фотоотчетам примет решение приехать туда. Почему не будет? Вы, главное, счастливые лица делаете на них. Нет, вы знаете, по личному опту мы можем сказать точно, что вот благодаря нашим вот этим картинкам интересным, благодаря нашим отчетам, очень много людей вдохновились и тоже поехали на север. То есть, и здесь точно можно сказать о популяризации северного автомобильного экстремального туризма. И не только северного, но и в частности вообще автомобильного. Да, да, зимнего. Да. Это точно. В Диксоне вас кто-нибудь встречает? Вас там будут ждать? Да, у нас тоже там есть друзья, очень надежные друзья, которые нас ждут. С зимним топливом хорошим. Да, конечно. Ну, в Арктике оно везде, арктическое топливо. Без этого там нельзя. Да, да, конечно, с топливом. Вот. И на них тоже очень большая надежда, на их помощь. Это без них там точно нам не сдобровать. Но они нам пообещали, что как минимум, если нам будет очень плохо, они нас чуть-чуть встретят. Минус 40 градусов, друзья. Нам с вами, ну, особенно и жителям сейчас Москвы, в общем-то, средней, полосредней, наверное, уже сложно себе представить, что это такое. Минус 40 градусов. Однако именно такая. Сейчас там среднесуточная температура, да? Правильно же, ребята? Ну, рисунки, да. Вы, конечно, больше знаете о погоде, конечно, в Диксоне, но я хочу узнать и спросить у вас, какие теплые вещи вы взяли с собой? Что это? Шубы бобровые, бобриные или какие? Или, может быть, на каком пуху надо? Как вообще нужно одеваться, чтобы отправиться в путешествие вот в тот же самый Диксон, например? Да, но я скажу об этом. То есть мы взяли одежду компании... Тут вот мы немножко, так скажем, нотка патриотизма. Мы взяли наш российский бренд. Нотка? Мне кажется, все патриотизм. Ну да. Нет, но я имею в виду такая. И автомобили, конечно. И автомобили тоже патриотизм. Хорошо. То есть мы взяли наш российский бренд. Это компания Red Fox. Они делают очень технологичную одежду. Вот, собственно, часть нашей экипировки. У нас пуховые куртки, в которых люди ходят на Эверест, на Эльбрус. У нас спальники специальные двойные, которые заявлены до минус 70, но они сказали, что минус 50 вы не замерзли. А вы что, еще и спать собрались? Да, мы будем спать на улице в палатках. То есть все будет по-взрослому. Будить нас будет, опять же, наверняка медведь, который будет подходить. Давайте, ребят, вставайте. Вам пора дальше. Вам пора дальше. С фотоаппаратом причем. То есть вот мы подготовились в этом плане очень хорошо. И только вернувшись назад, мы вам скажем, как отработала технологичная одежда. Но по заявленным меркам мы экипированы настолько, что в принципе можем какое-то время даже без автомобиля автономно жить в условиях. Ну да, на это обязательный расчет. Конечно. Мало ли что. То есть что-то с машинами случается, то есть мы должны не погибнуть абсолютно. А это обязательное условие ночевать на улице? Нет, ну можно сидя в машине, но это некомфортно. Ну почему? А можно же в какой-то населенный пункт направиться и попроситься на ночлегку. Красивые ребята такие зайдут. Когда до ближайшего населенного пункта 300 километров в одну сторону и в другую сторону, то тогда только... Дело в том, что дорог-то не будет. И может быть так, что до населенного пункта там 10 километров, а мы эти 10 километров можем ехать 3 дня. То есть такое тоже может быть. Вот, поэтому мы готовимся ко всему и готовимся ночевать там, где придется. Друзья, а что вы берете с собой из еды? Богдан. Богдан специально для этой экспедиции, колбасная фабрика. Нет, 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 нет. На самом деле там все очень просто. В машину мы сразу интегрировали мультиварку. Термопод, большой такой термос, который кипятит в воду. Топит снег. Да, топит снег, да. И, собственно, в большей части заморозка каши, вот такие полуприготовленные продукты, которые нужно просто разогреть, которые нужно быстро закидывать. И вот они в рамках этой мультиварки. Да, зимой все гораздо проще. Все замороженное едет в кузове. Да, и нужно не забыть про самое главное. Рыба. То есть рыба, оленина, вот все, что там будет у местных, так скажем, народов. Да, и, конечно, обязательно воспользоваться надо будет. Я вам скажу сразу, что я взял из дома такую приправку, вот соль с перцем специально для строганина. Ну все, друзья, время наступило, чтобы прерваться совсем ненадолго. После чего мы продолжим общаться с нашими гостями. И будьте, пожалуйста, с нами. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, программа «Лучшая в стране» продолжается в нашем эфире. У нас сегодня в гостях, но, безусловно, одни из самых лучших представителей нашей страны. Это настоящие путешественники. Экстремалы, не знаю, можно вас так назвать? Путешественники-экстремалы. Да, конечно. Конечно. Богдан Булучев, член Русского географического общества Ассоциации полярников и руководитель, организатор проекта «Экспедиции Диксон», который стартует, ну не скажу, что 15-го. Сегодня, мы же сегодня вылетаем, так что сегодня и стартует, естественно. Александр Еликов у нас в гостях, руководитель арктической части маршрута. Антон Панов здесь, видеооператор, фотограф, человек, благодаря которому как раз мы будем с вами в курсе вообще всех передвижений. Понимаете, что нам расскажут, там потом подтверждение-то нужно. Евгений Шаталов, штурман Дмитрий Лапшин. Штурман также. Все, вроде всех представила, да? Все правильно. Ребята, я хочу задать вот какой вам вопрос. Дальше у вас уже известна ваша судьба, я имею в виду по возвращению. Потому что вы все, я так понимаю, уже не первый раз находитесь в подобных поездках, в экспедициях различных. Вы вот так вот далеко вперед планируете свою жизнь или сначала вернемся, а там посмотрим? Да нет, планов, конечно, очень много. Мечт, наверное, правильнее их назвать. И чем ты дальше заезжаешь на север, тем ты больше понимаешь, что границы... Тем тебе больше хочется на юг. Нет. Да, еще дальше на север. Арктика очень сильно затягивает. И чем ты дальше заезжаешь, тем больше ты понимаешь, что границы вот эти раздвигаются, и тебе хочется все, чего-то еще больше, еще дальше заехать. Понятно, что где-то вот предел должен наступить, да? Но вот столько всего, куда хочется. Я точно за любого здесь могу сказать, что мы все больны севером, мы все больны Арктикой, мы все больны автопутешествиями в те края. И планов миллион. А продлится экспедиция точно, да, это пока неизвестно, да? Ну, скажем, там, да, там, да, приблизительно. В начале февраля мы планируем уже быть на большой земле, если все будет хорошо. Все будет зависеть от погодных условий, да, от множества различных факторов. Мы будем кормить местных духов, кстати, это очень важная традиция. Плюс-минус полгода. Чем? Ну, обычно вот народы Крайнего Севера, они относятся к своей земле, то есть там вот эти языческие нотки, они все-таки проглядываются, вот, и они относятся абсолютно вот как нечто живому к природу и к духам этой природы. Ну, конечно, потому что она кормит. Да, в Якутии есть дух Баянай. Это, да, охотники его почитают очень. Они его обязательно все, то есть это норма, то есть и днем, допустим, и летом, и зимой выйти, то, что ты ешь, ешь ты оладушек, ешь ты там какую-то конфетку оставить, попросить, вот, и я скажу вам, вот, можно верить, можно не верить, но вот просишь, едешь без проколов, без ничего, все хорошо. Где-то забыл попросить, оп, колесо пробил, то есть вот или еще что-то случилось. Поэтому я думаю, что мы начнем наш проект с этого и в таких ключевых точках будем, во-первых, говорить спасибо, что мы до них доехали, ну и просить дальше хорошей дороги. И здесь я еще добавлю, чем примечательна Арктика и вот какие-то ключевые точки, что доехав дотуда, это ничего еще не значит, надо еще оттуда вернуться. Поэтому, да, всегда об этом помним. Ну, вы невероятные молодцы, правда, вы наши герои, мы просто очень счастливы и горды тем, что вы у нас. Я хочу поговорить немножко со штурманами, да, и прежде всего хочу, чтобы, например, ну пусть, например, Женя расскажет, какие обязанности лежат на плечах штурмана арктической экспедиции? А про кофе не забудь. Разведка маршрута и... Разведка, что это значит? Пока все у костерка сидят, ты выдвигаешься, значит, на лыжах... Перебросками. Бывает по-всякому. Ну, как правило, это проход перед автомобилем, поиск оптимального пути и изображать себе экскаватор. То есть лопата и с лопатой прокапывать снег. Прокладывать маршрут, ну как это, как это, пешком прям ты выходишь и идешь перед машиной? То есть лед проверяешь, чтобы не провалился там, да, или что-то в этом духе? А, насколько глубина снега не провалится или нет? Да. В общем, это такая история. А про кофе что, Владимир, сказано? Да меня вообще все удивляет. Мне не говорили, что надо будет выходить из машины. Я даже теплых вещей с собой не брал, поэтому я думал, буду в теплой машине сидеть, да? Ну, хорошо. Если два штурмана, имеется в виду, значит, два автомобиля. В каждом автомобиле кто-то за рулем, а штурман обязательно рядом. Или штурман за рулем находится? Нет, штурман либо рядом, либо впереди. В общем, в каждой машине у нас по три участника. То есть водитель штурман, в одной оператор, во второй фотограф. Ну и машины обязательно идут в большинстве случаев все-таки змейкой. Потому что если засадить две машины, вот, как-то правильно сказать, рядом идущие, то это, ну, будет не очень приятно. Поэтому, конечно, первой машине достанется больше всего. И второй штурман со второго экипажа, безусловно, будет помогать и первой машине именно прокладывать основное. Да, чаще всего будут штурманы работать, оба штурмана будут работать впереди машины. И на них-то, кстати, вот правильно Женя сказал, на них основная задача наложена. Стратегия движения. Это ледоколы экспедиции, можно так назвать, в своем роде, да? Ребята, ну, удача. Вы, конечно, самые скромные, но, я так понимаю, вся ответственность успеха операции лежит абсолютно на ваших плечах. Друзья, я хочу сейчас обратиться ко всем нашим зрителям и слушателям и рассказать вот о чем. Дело в том, что телерадиоканал «Страна ФМ», конечно, не может остаться в стороне такого блестящего проекта, интересной экспедиции. И мы, даже не хочу говорить, что мы как-то каким-то информационным партнером будем выступать. Я хочу сказать, что мы просто даже отправляемся и мысленно, и душой вместе с ребятами. Ну и, конечно, будем стараться, максимально стараться в режиме практически реального времени, помещать о всех передвижениях, о всех приключениях, о всех только интересных и хороших событиях. Я на этом настаиваю и надеюсь, что только так пусть и будет. Вот, соответственно, все видео, все фотоматериалы, они обязательно будут и на нашем сайте, они будут и в эфире. И они будут также в соцсетях. И, конечно, они будут на YouTube-канале «Про путешествия», да, Богдан? Или чуть позже уже, ну, после, наверное, да? На YouTube-канале «Про путешествия» они будут по возвращению. Да, уже красиво формлено все. Мы еще несколько серий нашего азиатского доразмещаем, то есть закончим с Азией и приступим к картике. И вот я уверен, что будет очень интересно, и можно будет посмотреть не просто на фотоотчеты, на описание, а именно на живую картинку. Потому что, ну, ничего лучше, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И мы постараемся передать именно вот ту атмосферу, которая будет находиться в нашей команде. Я, конечно, хочу сейчас обратить свой вопрос к Антону, потому что именно, собственно, от его рук, глаза, от его камеры, от его техники. Да, восприятие, он мне не видит все это. И будет зависеть то самое впечатление, которое получат зрители, там, люди просто со всей планеты Земля. Дорогой Антон, расскажите нам, пожалуйста, что везешь с собой ты? То есть одна какой-то фотоаппарат. Нет, я везу с собой фототехнику свою, камеру, и еще будет две камеры. Вот сейчас как раз оператор второй собирает. То есть я буду и фотографом, и видеооператором. Моя задача будет, естественно, снять все это со стороны, как ребята будут пробиваться, все нюансы. То есть побегать тоже придется. Я так понимаю, что у тебя это еще сложнее, потому что ты должен будешь идти даже впереди штурманов. Иногда забегать вперед. Все правильно. Показать его общий план. Если мы будем ехать в машинах, то он будет отделаться на улице. Да-да-да, то есть мне еще придется побегать там, где-то засесть подождать, когда пробиваются, где-то подальше отбежать, где-то там северное сияние, на улице поторчать часик, там может быть больше. То есть нет, тоже достанется. Но это тоже не первая твоя далековая поездка, экспедиция подобного рода? Поездка не первая, но в основном мы в экспедиции ездили летом, либо осенью, но холодов не боюсь, потому что сам живу в Магаданской области и родился в тех местах, где зимой минус 60, летом плюс 35. То есть разброс такой, то есть... И какие-то фотографические какие-то перчатки специальные у тебя есть? Ну, буду руки согревать. Конечно, я набрал всякие перчатки, вот, редфоксерские специальные, да. Нет, лучше крем, крем, берется детский крем, и все, перчатки, и поэтому... Это, кстати, такой лайфхак для любого, даже для жителей районов, где холодно или в холода в Москве. Это очень помогает. Я даже не могу себе представить, какое количество фото, видеоматериала привозится вами с экспедиции, с поездок. Карабай. Это очень много. И, боже мой, и сколько еще потом нужно, наверное, времени для того, чтобы все-таки это отобрать. Работа после — это практически столько же, сколько экспедиция. То есть там тебя поджимают эмоции, а тут ты приходишь и говоришь, ну, что, поехали. И начинаем. Теперь-то мы садимся работать. И столько много всего интересного, что приходится даже чем-то жертвовать, что-то вот убирать, ну, и выбирать самое лучшее, но вот так. Но, тем не менее, все равно полностью картинку можно сложить, потому что вы, как люди участвующие в этом во всем, понимаете, что лучше, да, показать. У нас есть видео, я хочу попросить наших операторов, режиссеров запустить его, это видео-экспедиция «Полюс холода». Богдан был руководителем тоже, да, этого проекта, Богдан. Ты организатор экспедиционный центр «Эргоэкспо.ру». Я зачитываю, вот он «Полюс холода». Богдан, ну, наверное, ты рассказывай, ребята тоже могут комментировать, потому что мы помним про те, кто не смотрит, а слушает нас сейчас всего разных причин в автомобилях. Вот как-то так примерно будет выглядеть сейчас ваша проекта. Нет, вот именно эти кадры, это сначала Байкал. Байкал, конечно, безусловно, красивый, интересный, тоже отчасти сложный, но это немножко по-другому все здесь, вот, скажем, на Байкале. Хотя вот тоже есть небольшие такие торосы, да, вот примерно так же мы будем их обижать. Но размеры торосов в Арктике могут достигать, там, ну, там, одна-двухэтажных домов, то есть вот, а здесь они, конечно, такие поменьше. Вот, но в целом это был первый наш, лично мой первый северный проект, и скажу сразу, что в рамках этого проекта мы договаривались с Сашей встретиться в северной точке, то есть в Тикси. Саша был в это время тоже в экспозиции своей. А Саша в этот момент поехал с другой стороны, то есть Саша поехал со стороны севера, а мы от Иркутска, да, пошли сюда. Да, и вот мы буквально разминулись на полдня в самом Тикси, вот, и так и не встретились, а увиделись уже позже на Большой Земле. Да, и догнать их у меня не было шанса, потому что я, приехав с севера в Тикси, опять уехал на север с Тикси, а ребята пошли уже вдоль, по якутским зимникам, по рекам, по наберам. Вот это только что, это что такое было, горелая шина? Я думаю, что кто-нибудь из Штурма, Жень, расскажи, что такое горящее колесо и для чего это нужно? Это один из способов накачать колесо. Накачать? Да, быстро, быстро накачать колесо, если оно разбортировалось, внутрь заливается бензин. Благодаря просто нашему телевидению мы больше знакомы с зажжением покрышек для другого совершенно, поэтому... А как? Расскажите, пожалуйста, вкратце, что... Внутрь колеса заливается немного бензина и поджигается. То есть в условиях зимы оно раскатывается, чтобы пошло испарение, и после этого поджигается, и взрывом покрышка садится на диск, садится на место. То есть это очень быстрый и эффективный способ условия зимы абортировать. Ну, условия у нас не очень зимние, правда, сейчас... Ну, единственное, тут добавлю, в сильный мороз бензин не горит, вот так, есть специальные у нас... Детский крем. Нет, специальные есть жидкости на основе эфира, вот с помощью нее, так же, как и бензином летом, да, вот мы поджигаем. Так, ну вот смотрите, это что, была спасательная операция, я так понимаю? Это просто вот зимник, это вообще федеральная трасса Колыма, но езда по зимнику, это примерно однополосное, зачастую калийное вот такое движение, и когда разъезжаются две машины, одна из машин уступает дорогу, в этот момент она прижимается в обочину, и есть вероятность того, что она может не выехать. То есть в этот момент нужно обязательно дождаться, пока машина уедет, если он не может выехать, ты цепляешь и помогаешь ему встать назад на зимник. Ну и зимник на самом деле очень коварный, вот простой пример, мы когда ехали по зимнику Усть-Кут-Мирный, казалось бы, такая накатанная трасса, много машин, но калийность, если ты хоть чуть-чуть цепляешь бровку, то тебя затягивает, разворачивает, то есть казалось бы, ты думаешь, что ну вот, что здесь все ездят, он на самом деле легкий, а он оказался самый сложный, а те зимники, которые практически безлюдные, оказались обычной дорогой, так вот, по ощущениям. Да, ну вот надо добавить, что на Диксон зимников не будет, а именно будет целина, самая настоящая, это как раз вот нужно будет думать головой, куда следующий сантиметр поворачивать руль. Боже мой, ну это вообще какой кошмар. Это вот как раз вот эти вышеупомянутые наледи, якутские зимники очень славятся ими, потому что в основном все якутские зимние дороги проходят по льду рек. Реки там горные, полноводные, горные, и постоянно выходит вода, а так как сильные якутские морозы, всем известные, они снова все это замерзает, и вот так машины тонут. Да, ну и я уже говорил, они достаются очень интересно, выпиливают и тем самым вымораживают вот по сантиметрам вниз, практически могут выморозить до дна, и потом машина с глыбой льда достается. Это, конечно, хорошо, что вы так осведомлены, знаете, как это делается, но просто вам это не пригодится вообще в этой поездке в ближайшем экспедиции. Да, конечно. Но вообще я не могу, конечно, понять вот это вот ваше, ну может быть надо быть для этого мужчиной, чтобы понять вот это желание рвения, но это же риск, огромный риск, все-таки он существует. Однако вы идете на этот риск совершенно осознанно, вот улыбаясь, красивые. Но тоже ж мы и мужчины. То есть если бы мы не были мужчинами, то мы бы, наверное, не принимали таких решений. Но вот, например, Саша сказал, что ваши подобные поездки, экспедиции, они уже сподвигли многих на то, чтобы попытаться повторить, ну или какой-то свой, возможно, маршрут проложить. Но при этом ведь тоже очень важно, наверное, знать таким людям о том, что тут действительно необходимо очень много информации перед этим изучить и пропустить через себя, и быть готовым ко всему. Это же не просто так заправил зимним топливом машину, взял куртку Фокса и продуктами затарился, да, и отправился, да. Об этом вот давайте скажем. Да, здесь надо сказать. Я, например, могу по себе сказать, что до своего первого Байкала, образно, до своей поездки первой на Байкал, я до него ехал почти 10 лет. То есть я с каждым годом уезжал все дальше, дальше, дальше. То есть мои поездки были все серьезнее. То есть нельзя, не имея опыта, сразу взять и попытаться поехать в Дексан. Для начала, для, например, жителей Москвы должны выехать попробовать замкат недалеко, правильно? А, хотя бы. До Твери, до Твери, по-потяжению. Да, по крайней мере, если мы говорим о зимних поездках, то хотя бы это делать по зимникам. Зимники это точно такие же, абсолютно такие же дороги, как и летние, просто они сезонные. По ним едут абсолютно обычные люди на простых машинах. То есть по зимникам, по ходовым, по обслуживаемым зимникам нет ничего страшного, но уже такая нотка экстрима присутствует. То есть это уже мороз, это уже можно метель. Вот надо начинать с зимников. То есть вот такой целины, как Диксан, как мы в Тикси с обратной стороны заезжали. Это уже крайность. Это уже нужен опыт именно выживания в таких условиях. Я надеюсь, что сейчас нас внимательно все начинающие, юные путешественники послушали, и все это обязательно используют в своей практике. Ребята, итак, поселок Диксон. Вот он, самый крайний населенный пункт не только России, но и мира. Континентальный населенный пункт, да, все, спасибо, совершенно верно. Вы каким-то образом обозначили для себя вот эту самую точку? Вот докуда вы едете? Непосредственно в поселок. В поселке Стелла, да, либо на острове. Сам поселок, это уже вот очень знаковое место. Вообще слово Диксон, ну, на, как бы оно такое звучащее, его все знают, да. Вот, то есть, и я знаю, что у многих вот зимних экстремальных автопутешественников одна из мечт, это Диксон. Вот, и поэтому вот сам поселок, это уже очень серьезно. Уже true. И именно там, я так понимаю, будет и наш флаг. Конечно. Сфотографирован. Да. Друзья, да, вот сейчас раскрыли уже тайну, что мы вместе с замечательной командой путешественникам и мы вправляем самое ценное, что у нас есть наш флаг телерадиоканала «Страна.ФМ». И, конечно, будем ждать от вас фотографии, фотоотчета о том, ну, и спасибо вам за это огромное заранее. Мы обязательно буквально через несколько минут продемонстрируем, будет торжественная передача этого самого флага. Вот, клятвое обещание, что вы его сохраните, привезете к нам в целости и сохранности, ну, и так далее, и тому подобное. Богдан, я знаю, что вообще тебе твоя супруга всегда помогает в путешествиях, она тоже путешественница, но в этот раз она с тобой не едет. Да, у нас есть причины. Вот эти уважительно прекрасные причины, потому что появилась на свет доченька совсем недавно, в конце декабря. Я хочу поздравить искренне тебя, твою семью замечательно от всего телерадиоканала «Страна.ФМ». Спасибо. Ну, и скажи, пожалуйста, я так понимаю, что вы уже решили с супругой для себя, что дочка ваша тоже будет путешествовать? Если человек рождается в семье путешественника, то с большой вероятностью он может стать путешественником. Вот я думаю, что у нас здесь мы пошли по пути наименьшего сопротивления, и поэтому, да, я думаю, что в 2018 год мы уже отправимся в какие-то такие наши более, скажем, менее экстремальные экспедиции, ну, это уже будет путешествие, да, с семьей, да, уже втроем. Ребята, а у остальных, у вас как обстоят дела? У вас есть кому передавать свое, как сказать, дело жизни? Все. Может быть, у кого-то тоже есть уже подрастающие путешественники? А у нас то же самое, та же самая ситуация, жены были путешественницами до тех пор, пока не начали рожать детей. Так. Да, вот, да. Тоже со мной супруга проездила всю Россию, от Черного моря до того же Байкала практически, вот, и не совсем по дорогам общего пользования. Ну, вот сейчас два мальчишки растут, которые вот больше, чем уверены, что пойдут по папинам стопам. Ну, прекрасно. А то и дальше, да. А то, ну, как правило, конечно, да, дети дальше идут. Вот. Почему ты, Саш, говоришь о том, что именно Арктика завораживает? И именно Арктика тянет вернуться туда, заставляет тебя вернуться именно туда. А есть еще какие-то уголки в нашей стране, любимые для вас, для каждого, куда так же хочется вернуться? Или вот только Арктика? Нет, конечно. Остальники, если так достаточно, я не расплываю. Просто Арктика хороша по-своему. И вот это, вот, например, самое вообще великолепное, я могу сказать, место в нашей стране, в границах материка, это полуостров Таймыр, это Арктика, но это самое-самое безлюдное место России, материковое. Там никогда не жили люди, никогда не было никаких поселений, по крайней мере, вот в обозримом прошлом. Никаких местных, вот, там, Долганын, Ганасаны, Якуты, Эвенки и прочие вокруг там живут. Ну, да, юкадиры, это в Якутии, а вокруг там живут, вот именно на Таймыре они не жили, потому что это единственное место на нашем материке, где находятся обширные зоны арктических пустынь. То есть это самое суровое место Евразии. Вот, но, находясь там, вот я в какой-то момент понял, что немножко начал понимать чувство Нила Армстронга, когда он вот по Луне ходил, то есть вот ты просто, ты смотришь по сторонам, и ты не ощущаешь себя на планете Земля. Ну, представь себе, когда идет волк, и он мимо тебя идет, он просто так посмотрит... Ну, это сложно представить, это, честно говоря, мне очень хочется. Да, полярные волки, причем это были очень частые встречи, он просто на тебя так посмотрит, думает, что за медведь, то ли медведь, то ли овцебык какой-то, и дальше идет. То есть там звери никогда не видели людей, там олени не боятся тебя, там овцебыки, просто к ним подъезжаешь вплотную, они не реагируют на тебя, волки ходят сами по себе. Очень хочу попросить каждого коротко сказать какие-то еще любимые места в нашей стране, куда хочется вернуться. Дмитрий. Да, мне кажется, я везде, где был, путешествовал, я с удовольствием в эти места всегда... В любой точке вернешься? Вернулся. Конечно, у нас страна такая большая, и каждое место по-своему красивое, интересное, и дело в том, что даже если ты возвращаешься в это место, ты постоянно что-то новое там открываешь, или узнаешь, или в прошлый раз ты это просто не увидел, как-то, ну, или времени не хватило, или просто оглянулся недостаточно внимательно. В общем, есть каждый раз, что познавать для себя. Антон, у тебя есть любимое место? У меня есть, мне вот сколько путешествовали, мне очень понравился Байкал, мне понравился слизм городов, мне в Казани очень понравилось. Ох, здорово! Да, но все же хочется в те места, где не был. То есть я хоть и живу недалеко от Сахалина и Камчатки, но я там не был. И вот я собираюсь туда. Друзья, мы прервемся совсем ненадолго, и очень скоро вернемся в студию, и продолжим общаться с нашими гостями. Друзья, это программа «Лучшее в стране», и у нас сегодня в гостях члены экспедиции «Диксон про путешествия». Замечательные путешественники, которые отправляются в Арктику, отправляются уже сегодня вечером, и это значит, что уже сегодня вечером они познают, что такое лютые морозы, суровый климат. А где-то уже через день, я так понимаю, вы вообще уже отправитесь в, как это называется, в сенсивилизации «Пол». На маршрут, давайте поймем. Сколько километров в итоге вы планируете пройти на автомобиле? 6-7 тысяч километров из Норильска в «Диксон» и из «Диксона» в Москву. А что за история с невыключением двигателя? Ну, давайте кто-нибудь из штурманов, наверное, расскажет. Ну, давайте кто-нибудь Дима, например, расскажет нам. Ну, в условиях низких температур дизельный двигатель, если он хотя бы там несколько часов будет заглушен, его запустить будет нереально, потому двигатели не глушатся. Они не будут заглушены вообще ни разу, пока не закончится ваша экспедиция. Да, пока мы не приедем в тепло. Пока не вернемся. Там минус 20. Я хочу вас искренне поблагодарить за ваш визит к нам сюда. Еще раз поздравить с Новым годом с Рождеством, пожелать вам просто удачи. Удачи, удачи. Что обычно желают, кстати? Удачи? Да, там она нам очень понадобится. У меня вопрос такой. Есть ли у вас какая-то, я не знаю, кричалка, как правильно сказать? Может быть, какая-то есть песня экипажная? Может быть, есть какие-то слова, которые вы прыгаете по машинам и стартуете? Или даже сегодня перед заходом на самолет вы что-то скажете друг другу? Я думаю, что мы узнаем по возвращению, какая у нас была кричалка, основная кричалка нашего путешествия. Пока она как бы еще не сформирована. А там, я думаю... Ребята, я хочу напомнить еще раз, кто нас смотрит и слушает, что полный отчет, дневник этой самой экспедиции. Диксон будет, конечно, в эфире телерадиоканал «Страна.ФМ». Нам ребята обещали выходить на связь. Конечно, по возможности. Мы здесь будем зависеть и от услугов сотовых операторов, и даже от спутниковой связи, да, от интернета, разумеется. Но в любом случае есть и наши соцсети, где также будут опубликованы материалы. Ну и, конечно, Богдан рассказывает. Это YouTube-канал про путешествия. YouTube-канал про путешествия. По возвращению будет видеодневник в полном обзоре. Серий может быть от 3 до 30. Все будет зависеть от того, сколько моментов от Антона и от событий, которые там будут. Самая оперативная информация будет в Инстаграме. У каждого из участников есть свой Инстаграм. Но для того, чтобы сейчас все не называть, вы заходите в аккаунт rgoexpo.ru, Инстаграм. И у нас там через пост мы будем отмечать всех участников, а то и в каждом. Поэтому переходите туда, подписывайтесь на всех. Каждый рассказывает немножко по-своему, немножко со своей точки зрения. Поэтому, чтобы узнать полную картину в режиме реального времени, нужно быть подписанным на всех. И получать удовольствие от картинки, которую мы будем передавать для вас. Вот ваше такое ожидание, предвкушение, оно передается. Если честно, мы даже немножечко вам, конечно, завидуем. Друзья, я попрошу нам вынести сейчас флаг телерадиоканала «Страна.ФМ». Торжественная передача под эти. Да-да-да, проходите, пожалуйста. Вот именно этот самый флаг мы очень надеемся через несколько дней увидеть в самой северной точке страны. В самом северном населенном пункте. В населенном пункте России и мира. Боже, такое волнение. Ну, поворачиваем. Дим, спасибо. Обещаю, вернем. Мы вас очень ждем по возвращению здесь же, в студии. Уже с рассказами, уже с тем, как действительно с итогами этой самой экспедиции, с эмоциями. Искренне еще раз хочется вам пожелать удачи. Если есть у нас буквально минутка до выхода из эфира, каждому из вас что-то сказать, обратиться, не знаю, к стране. Да, я быстро скажу. Я обещал передать привет своему другу Косте Петрову. Он мне недавно стал в инстаграме. Вот, Костя, тебе привет. Ну и огромный привет моей жене и дочке. Я вас люблю. Ну, кто еще что-то скажет? Ну, однозначно привет семьям, родным всем, потому что... Которые больше всех будут за вас переживать, конечно. И вот, честно, даже, наверное, в какой-то степени их жалко, потому что они переживают очень сильно. Это уже вот я знаю. А гораздо тяжелее тем, кто остается, тем, кто уезжает, а тем более в такие интересные экспедиции. Это... Ожидать всегда сложнее. Ожидать сложнее. Ну, удачи. Все друзья и близкие нам пожелайте удачи. И следите за нами, держите за насколки. Друзья, ну, привет огромный всем, кто будет встречаться на вашем пути. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел и слушал. Мы искренне желаем каждому участнику экспедиции «Диксен» удачи. И ждем вас с нетерпением. Ну, с Богом, да? Спасибо. Спасибо огромное вам. Спасибо.